Рекламно-информационная программа Генеральный партнер программы Компания Движение Нефтепродукт Трофей Рыбалка Добрый вечер В эфире программа Трофей Рыбалка Сегодня четверг, немножко после восьмы Меня зовут Мария Садакова-Лина Я ведущая этой программы Со мной сегодня вместе в студии Василий Мамонов, эксперт организации Эксперт Магазина Арсенал Профессиональный рыболов И сегодня у нас в гостях еще один человечек Но немножко мы про него расскажем чуть позже Сейчас мы поговорим Мы сохраним интригу Мы поговорим Сегодня продолжим Про Карпа Злосчастный Карп Как мы начинаем уже потихонечку про него говорить Мы сняли вторую часть Вторую нашу программу Как поймать Карпа Видеоверсию Как поймать Карпа Если вы посмотрели нашу первую передачу А я советую это сделать Вы можете Зайти на Ютуб канал Подписывайтесь на него Там будет очень-очень много Впереди всего интересного Вот Я считаю, что первый выпуск у нас Получился не комом Там вы сможете посмотреть Все перипетии нашей борьбы И желание поймать Карпа Но у нас клевал один осетр Соответственно, мы их там наловили Какую-то кучу Получили огромное удовольствие Там адреналины все оставшиеся Но нашей целью был Карп Поэтому буквально Вот в понедельник Да, вот сегодня у нас четверг А в понедельник мы поехали И попытались этого Карпа поймать У нас это получилось Слава Богу, что у нас это получилось Мы поймали Мы поймали У нас все, в принципе, получилось Без осетров, опять же, не обошлось Да, экстремальная рыбалка, конечно, получилась У нас очень любит осетр Вот, и поэтому сегодня хотелось бы, наверное, поговорить в таком ключе Что, ну, во-первых, я хочу сказать Что те, кто нас слушают Те, кто нас смотрят Надеюсь, такие и есть Да, судя по просмотрам Друзья, еще раз повторюсь Вот мы сейчас вот в этом цикле передач Вот в самом начале его Там первую, вторую передачу Мы с вами говорили о том Как ловят любителей Карпа Да Да, то есть непрофессионал Даже, наверное, чайники Чайники Я, кстати, на самом деле Себя к таковому же отношу Потому что основной вид ловли Которым я увлекаюсь Это все-таки спиннинг Карпа я ловлю Люблю его ловить Но это так вот у меня, не знаю Там пошло там Ну, посидеть где-то с удочкой Там, да Там фидерочек какой-нибудь закинуть Ну, то есть, ни больше, ни меньше А вот профессионально там ловить карпа Как это делают некоторые, да Ну, у меня на это там Времени, может, не хватает Не знаю, там Хотя эта рыбалка очень интересная Интересная Я действительно В понедельник увидела Как это все интересно, да Вот, поэтому еще раз скажу Что мы рассматриваем там все И вот в теоретической части Там видео Понятно, что мы там рассказали Как устроена там поплавочная удочка Какие виды поплавочных удочек бывают Что она бывает маховая Там бывает с дальним забросом Вчера наш товарищ Александр Ловил на фидер Да, попытался Вот мы сделали Такое мини-соревнование Фидер против поплавка Поплавок, кстати, выиграл Но на фидер он поймал там осетра Да Вот, соответственно В следующей передаче Мы немножко покажем Вариации вот оснащения Которые были там у нас Да, мы покажем там Как оснастить вот этот фидер Опять же, любительский Самый простой И самый недорогой способ Вот Это все вы увидите В следующей программе в начале И также я, наверное, проанонсирую Что у нас сейчас Вот цикл передачи Ловли Карпа Он этим не закончится Я думаю, что еще как минимум Две передачи мы снимем Вот Но они будут кардинально у нас отличаться Да Мы будем говорить уже Не о любительской рыбалке Да, на карпу Ну, она любитель Она все равно Все равно То есть есть любительская Ну, я имею в виду подразделяю Там вот есть любительская И спортивная Да Но мы будем, наверное, говорить О более профессиональной рыбалке На карпу Вот так вот термин-то, наверное Будет правильнее поставить вопрос Да, что вот Именно вот есть любители А есть профессионалы Профессионалы от любителей Чем отличаются Даже там Ну, в любом В виде там там, деятельности в любом виде спорта, да, рыбалка – это спорт, там, не знаю, хоккеисты, да, вот есть любители с деревянными клюшками бегают, а есть хоккеисты-профессионалы с какими-нибудь карбоновыми клюшками, которые там, ну, и стоят определенные деньги. Ну, и игра отличается, так же, как рыбалка отличается. И игра отличается, да, там скорости другие, здесь там, не знаю, там методы прикармливания и ловли там другие. Вот, поэтому поговорим, я думаю, что настала пора у нас представить гостя, да, в нашей студии. Да, давайте представим, Василий, представьте нам, пожалуйста. Михаил, я считаю, что, наверное, в нашем городе, да, я даже так не поверю сказать, там, в области практически единственный такой вот пионер ловли карпа, вот так, как это должно быть, Миша правильно понимает, вот в английском стиле, да, вот, ну, вот англичане ведь, наверное, диктуют моду-то всю, да, основные-то тенденции вот сейчас у них, от них все это веяние-то идет. Мы немножко наслышаны о Михаиле, мы говорили в предыдущей нашей радиопрограмме, Михаил рассказывал нам, Василий, вот, про своего друга, но это было интересно, действительно, там, послушать такие вот интересные истории, как действительно можно профессионально ловить и как это по-правильному, да, вот эта спортивная рыбалка, профессиональная рыбалка на карпа, то есть это вот то, что мы вчера ловили, да, это брызги. Это такой поросящий виск у нас там был. А оказывается, вот, если подходить там очень серьезно и с таким подходом прямо профессиональным, это совершенно по-другому, вот, Миша, расскажите, вот, как правильно ловить карпа? Да, почему, почему карп вообще, да, там, почему-то, не знаю, там, другую ловлю, Почему не осетру, который нас очень любит? Не выбрал, почему там что-то другое? Ну, вообще-то я занимался спиннингом, спиннингом занимался достаточно долго, с 90-х годов, вот, и, соответственно, как бы постоянно прогрессировал в этом направлении. Надоело? В один прекрасный момент у меня узнал, что есть новые два направления, это фидер и джерк, и, как бы, что надо будет полностью менять комплект какой-то определенный и, соответственно, развиваться в новое направление, развивать какое-то. Вот. Посмотрел джерк, посмотрел фидер, вот, и информации по джерку не нашел практически никакому. Ну, и сейчас, на самом деле, не сильно много. А джерк – это что, извините, мужчина? Это ловля на очень такие крупные, объемные приманки, ловят, как правило, трофейную щуку, используют вот эти приманки-джеркбейты, они такие огромные, там, весом могут быть, там, 200 грамм, 250 грамм, там, своеобразная снасть, там, своеобразная техника проводки, ну, вот, ну, такая ловля-то и на сегодняшний день она не то, чтобы не популярная, она не сильно распространена, а есть адепты, которые, вот, ловят только джерком, там, ничем больше, а вот если, там, говорить о, там, 90-х, там, начало 2000-х, там, наверное, во всей России-то их было, там, человек пять, наверное, кто, вот, ловил, и все, и информации, на самом деле, было ноль. То есть в то время, там, и интернет-то был фиговенький, и в журналах где-то что-то там проскакивало, но вот так вот взять, там, почерпнуть, откуда-то было не сильно много. На дворе 2014 год, выбор джерк, либо фидер, вот, по джерку, повторюсь, информации не было, то есть... Выбрал фидер? Да, выбрал фидер, потому что, ну, все-таки уже YouTube был, уже информация была, уже ребята что-то делали, выбрал фидер, значит, отсидел на фидере, сначала на пижме попробовал, блин, классно, потом попробовал на ядке. Я помню вот это время, когда ты там тоже говорил, там, в Кире нету фидерных удилищ, заказывается Англия, там, здесь все дрова, вот там нормальные палки, здесь дрова. Так и было приблизительно, да, то есть я все заказывал, приходилось, до сих пор приходится совершенно верно все заказывать, из-за границы, потому что рынок, он на сегодняшний день ускуден, в Кире вообще его нету. И с чем? Связано с ценой, наверное, вот я думаю, что с ценой. Нет, я думаю, что ценой, ну... Ну, дорогие снасти, вот, ну, согласись, даже там хорошая там фидерная удочка, вот, я тебе просто могу сказать, что по опыту там, например, ну, не знаю, там, продаж в магазинах... Любая удочка? Основная там продажа, там, фидеры стоимостью в 3 тысячи рублей, ну, то есть 3 тысячи рублей, там, это не удочка фидерная. Любая, любые удочки топовые, они в любом случае стоят в среднем 200 долларов, начинается цена, и дальше уже идет оно, ну, не останавливается. Но, как бы, даже если ты спиннингом занимаешься, все равно у тебя палки, уже от 200 долларов начинаются, то есть это, как бы, ну, вот это начало твое. Ну, соизмеримо там, в принципе. Да, 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 если ты, допустим, ну, как бы, хочешь какие-то полеострые ощущения получать, соответственно, ты и платишь за это, за получение определенных остротов ощущений. И, да, так и было, что рынок и до сих пор пустой, скажем так, его нету, никто особо удочки не эти не покупает. Ну, ты имеешь в виду, рынок пустой именно вот с точки зрения, если там, ну, более профессиональной ловли, да? Ну, да, да. За трагедит. То есть для любителя это можно найти. Конечно. Ну, там, взять, там, поехать, посидеть, что-то там покидать, даже рыбу поймать. А с точки зрения профессиональной, наверное, нет. Миш, а в Англии были? Ездили туда вот, ну, вот, посмотреть на вот эту рыбалку? Нет. Не были? Ну, нет. Надо. У них немножечко по-другому все, у них абсолютно не так, у них более все культивировано, то есть все-таки надо понимать, что у них локально земли намного меньше, чем у нас. И, соответственно, речки у них зарыблены намного выше, чем у нас, речки у них совершенно другого плана, то есть у них, допустим, как такая река, как, возьмем, Пижма, Великая, Малома, то есть это у них вообще, ой, здоровские речки. Широкие, большие, длинные, да? Ой, это очень, наверное, вообще самая крупная речка, наверное, как раз сопоставима. Таких, как Вятки, водоемы, я не знаю, по-моему, только во Франции есть, в Великобритании, по-моему, нет таких речек. Нет таких, нет, конечно. Во Франции есть, а в Великобритании, если я не ошибаюсь, по-моему, если есть, то очень мало. Поэтому у нас немножечко ловли отличаются, снасти немножечко отличаются от ихней, и культура у нас все равно происходит некий симбиоз уже, то есть мы здесь уже применяем по-своему все эти снасти, и все происходит немножечко по-другому. Как начинается ваша рыбалка? Начинается рыбалка? Место там, нет, начинается все равно с поиска места, вот однозначно. Вот мы сейчас сидели там, да, буквально вот перед студией, перед программой, Михаил сказал, а я, говорит, вот место нашел там по карпу. Но мы не будем, да, открывать секретные места. А потом там едется, проверяется, и все, оставшись. Ну, вернемся, значит, к самому началу, то есть как мы еще начинали, то есть ситуация получилась следующим образом. Джерк или Фидер, значит, победил Фидер, потому что информация была, ребята здорово ее позиционировали на Ютубе, здорово показывали, здорово развивали. Я посмотрел, понравилось, значит, все купил, все, что необходимо попробовать для первых выездов там, ну, такое. Это были две удочки Каида по тысяче рублей, по-моему, вот, какие-то катушки самые дешманские. Выехал, попробовал, на первой же рыбалке, естественно, короче, сход такой, ну, хороший сход, приятный. Так всегда, кажется, дурочкам везет. Ну, новичкам. Новичкам, да. Ну, вот. Соответственно, сразу же замена всех снастей, ну, как бы уже, я же рыбалкой занимаюсь, замена всех снастей, поленья не катят, надо мягкие удочки, нужные параболики. Ну, это вот как раз английский стиль, они любят вот такие очень эластичные, мягкие удочки. Да, почему, потому что, когда ты рыбачишь, тебе нужен параболик такой, как бы сказать, что ты вижу параболику. Ну, там получаешь удовольствие, во-первых, от вываживания рыбы, это раз, во-вторых, можно использовать более тонкие поводки и общие оснастки, да, это во-вторых. И, в-третьих, ну, не знаю, там, эстетика какая-то рыбалки появляется. То есть не будет страха, что оно что-то там сломается, я так понимаю, или как? Ну, да, сломается-то тут вообще, там, сдуру-то сломать можно всё, что угодно, но, на самом деле, там, сломать фидерное удилище, там, в длине 3,90, которое достаточно эластичное, это надо ещё там попытаться, вот. А тут, на самом деле, нужно просто чётко понимать, зачем мы едем на рыбалку. Можно взять, там, вот этих крокодилов, там, воткнуть их по берегу, 8 штук, и набубенить мешок, там, этого леща. Да, потом пойти и съесть, там, ну, я не знаю. Но от рыбалки, как таковой, там, от процесса вываживания, там, удовольствия не будет ноль. Вообще никакого. А можно взять одно удилище, да, там, ну, да, там, дорогое какое-то, вот, с правильным строем и всем-всем-всем, и от рыбалки получить вот действительно то удовольствие, за которое мы туда едем. Поэтому вот только так. Ну, начался поиск удилищ, поиск чего-то ещё, чего-то ещё, и, соответственно, родился как бы, перешёл фидер. Фидер перешёл, приехал на вятку. На вятке так получилось, что сел на определённое место, закормился, сидел шесть дней, вообще наслаждался. Шесть? Шесть дней. Шесть дней, но с перерывом, да, с перерывом. Ага. Ну, у меня, значит, осидел два дня, съездил, заправился едой, снова приехал. Опять на то же место. Да, на то же место. И вот на пятый день, скажем так, когда я уже съездил, то есть трое суток осидел, и потом приехал на четвёртый, на пятый день приехал, у меня не клеёт. И перестал отклевать вообще. То есть точка умерла. Я думал, неужели я, как бы сказать, а тогда я рыбу ещё не отпускал. Рыбы я тогда приволок много, очень много. То есть ты подумал, что ты выбил точку? Я подумал, что я всё просто снял с точки, больше ничего нет. Ну, как бы, я же приехал отдыхать, я сижу, отдыхаю, наслаждаюсь природой, всё здорово, ветер северо-западный, по течению, и у меня начинаются поклёвки в 11 часов, странные такие, то есть я сидел с пяти утра, ну, как-то вот там один-два подлещечка такие небольшие, 700 грамм, и произошло следующее. В 11 часов у меня первая поклёвка, через полтора часа вторая, и просто у меня стоят поводки, 012 фидергам стоит, и тут просто поклёвка, я так чувствую рыбу, нет рыбы, чувствую рыбы, нет рыбы, и бесконечно это продолжается. В 4 часа, как я сейчас помню, я подвёл рыбину, это к себе, уже ближе, это было очень долго, было минут 10, я подвёл, и она у меня сходит, ну, обрывает прямо вот уже всё здесь. У берега. Насадка была опарыш, опарыш, пучок опарышей. А был сазан. Это был сазан. Ах! Ну, это был сазан, это был сазан, да, это была стая сазанов, я не знаю, какие были до этого, но просто у меня были отстрелы вот так вот, пич-пич, и всё. Хорошо. Следующий момент, у меня была самая толстая лёстка на фидере с собой, так, я же фидером, то есть фидерису толстая лёстка не нужна, у меня был самый толстый поводок 016, я ставлю 016. А до этого я поймал леща на 2200 или на 2300, и у меня стоял 0,1 поводок, ну, 12, ну, там 0134, тоненький. Да-да, тоненький, с фидергамчиком всё, то есть, как бы, что тут переживать-то, всё тянется, всё колосно. Так, уточню, фидергам, это вот такая вставка резины, да, которая не позволяет рыбе оборвать этот тонкий поводок, порвать там губу и всё оставшееся. Оборвать поводок с фидергама, это, по идее, вообще нужно постараться. То есть, кто бы там понимал, ну, 0,1 поводок имеет разрывную нагрузку около килограмма, там, ну, примерно, да. Абсолютно спокойно на такой поводок там достаётся рыба, там, 2 килограмма, 3 килограмма весом. Понятно, что у нас есть амортизация удилища, фрикцион, да, там, и вот этот фидергам. Там, когда происходит 0,12, и вот у тебя просто отщёлкивает, там нужно понимать, что там… Отщёлкивает на стадии поклёвки. Да, то есть, на поклёвке. А, ничего себе. То есть, там серьёзная, хорошая рыба. Да, там, то есть, поклёвка, подсечка, и сразу же фрикцион. Нету. Всё. Нету, поводок пусто. Так было весь день. И потом, поставив 0,17, там, плюс, ко мне, по-моему, было, я зацепил его. Я его зацепил, подвёл. И что это было за рыба? Это был сазан. Это был сазан, карп, да, весом 3,200. Да. Да, и, значит, ну, вот этого я вывел, то есть, это был сам, я так понимаю, ну, как, естественно, любой рыбак скажет, это был самый маленький, который был там. Вот, а чтобы, опять же, было какое-то понятие у наших слушателей, сазан, ну, я не знаю, наверное, одна из самых сильных рыб вот в пресной воде. То есть, если вот карп в водоёмах без течения там даёт жару на трёшку такого, причём там ого-го, а крупней там вообще всё очень серьёзно, то на реке у нас присутствует течение. Сама по себе рыба немножко другая, она живёт на этом течении, соответственно, она постоянно с ним борется, она очень сильная. Крупный сазан – это очень хитрая рыба, которая в полной мере использует то, что ему дала природа, а тело у него такое, ну, достаточно высокое. Он очень часто прибегает к такому способу, что он начинает идти на рыболова, у тебя пропадает вот это вот усилие, да, ты думаешь, что там что-то такое некрупное. А он просто идёт на струю, например, которая ближе к берегу, и когда он выходит на струю, он встаёт вот так вот боком вперёк. И в этот момент происходит такой удар у тебя в удочку, что ты там думаешь, ну, кто там сидит, вообще не понимаешь. Вот, но это реально так, и справиться с такой рыбой, наверное, очень-очень сложно. Вот это было стало, да, отправной точкой, потому что надо… То есть, это начало, начало вот этой рыболы. Надо всё-таки что-то побольше, да, и карпа-то всё-таки клёво. Да, тут вообще как бы мировоззрение поменялось, что фидер – это всё здорово, но надо что-то посерьёзнее, тем более, когда такой трофей, ты такой, ну, вот, наконец-то я нашёл то, что меня сейчас, в данный момент запускает адреналин в кровь, наконец-то. Ну, и начал потихонечку как бы увлекаться этим, ну, собираться, информацию искать. И опять же понял, что в Кирове у нас, да, к сожалению, голяк. Да, вот. Ну, потихонечку сначала одно, второе, третье, всё собрался. Естественно, как все, то есть, много всякой фигни на покупку, что это не нужно. В конечном итоге то, что на Ютубе как будто в основном всё-таки, конечно, реклама идёт. Ну, специфика, да, рыбалки, она в каждом регионе всё равно своя. Опять же, повторюсь, как ловят англичане, там, например, те же, у нас там может быть даже и неприменимо, а если неприменимо, то не во всех случаях. Ну, получается, методом проб и ошибок, да, вот это всё закупается. То есть, интерпретировать это всё вот на наш регион, например, да, однозначно нужно. Попробовать. Да, вот поедем куда-нибудь, не знаю, там, на Урала, там, Карпа тоже дофига, и он там крупный. Там, возможно, другие какие-то снасти нужны будут. То есть, у нас, там, не знаю, ну, какие вот у тебя основные там дистанции ловли, там, ну, сотка, там, наверное, не сильно далеко. А я знаю, что там, не знаю, там, англичане какие-нибудь там ловят, мне они там кидают, там, чуть не 200 метров, там, какие-то бешеные забросы, там, не знаю, с разбега, там, ещё там что-то как-то там. Нет, наоборот, англичане как раз. Ну, или не англичане, там, ну, вот есть там такие дистанции, какие-то просто там кошмарные. Англичане как раз специализируются, у них водоёмы небольшие. Близко, да. Да, они, значит, специализируются именно на параболике, на строе параболик и, соответственно, короткие водилища у них. Но у них же там крупные рыбы в Англии, всё равно там шкарпы-то такие. Да, и у них концепция идёт всё-таки 3,6-3,3 палки, вот, а вот у нас уже в России идёт, это, соответственно, 4,20 палок нету, 3,9-3,6, и, соответственно, 3,3,5 лб у нас нагрузки идут. То есть, грузило, которое можно использовать, это 120 грамм, 140 грамм, вот. И немножечко расстояние, конечно, у нас больше. У нас таких культивированных водоёмов под рыбалку, пока и не культуры таких водоёмов нету, и, соответственно, самих таких водоёмов не существует. А, конечно, так это было бы очень здорово. Может быть, даже сама природа не сможет сделать такие, как бы, водоёмы для того, чтобы они появились. Но у них они очень интересные. Я знаю, у нас несколько водоёмов, честно скажу, вот я бы очень хотел туда съездить, Миша, именно с тобой. Обязательно съездим, я думаю, Миша нам не откажет. Я знаю водоёмы, на которых реально есть очень крупная рыба. Есть водоём, например, у меня, на котором я своими глазами видел двенашку, вот пойманную. А по разговору с этим человеком, который там ловит постоянно, ну, опять же, понимаешь, там рыбалка-то такая, то есть это вот а-ля фидер там с какой-то вот там с Настей, он говорит, ну, вот двенашку-то я как бы достал, а были такие поклёвки, что вообще ничего сделать не мог. Ну, то есть там явно есть крупнее, но там такая рыбалка, что вот он вот эту двенашку поймал, вот он там сидел чуть там не четыре дня, и у него там было две поклёвки. Вот первая у него там был сход какой-то, а вторую вот он поймал, то есть две поклёвки за четыре дня. При ловле трофейной рыбы, наверное, к этому стоит быть готовым, да, что там не будет бешеного количества там какого-то поклёвок, каждую там нужно выжидать, каждой нужно быть готовым там, и вот, да. Ну, друзья, да, мы это всё увидим в нашем видеопроекте обязательно, не забывайте, что у нас сейчас есть YouTube-канал, который так и называется «Трофей рыбалки». Ищите нас на YouTube, подписывайтесь, лайкайте, потому что нам это очень важно, интересно, как заходит вам видео, которое мы снимаем. Честно говоря, оно снимается вот на таком экспромте постоянно, да, то есть мы не готовимся, какие-то сценарии мы не пишем, да, вот как пойдёт, так и пойдёт. Да, вот это действительно реальная картинка того, что вот с нами происходит. Как она есть, там должна быть живая рыбалка, вот как она есть. Я напомню, что я рыбак-чайник, то есть вот как раз мы уже говорили, да, что я, наверное, хочу немножко поднять свой профессионализм, поэтому вот этот уровень мне и поднимает. Мне интересно разговаривать с Василием, с такими людьми, с Михаилом, понимать, что будет дальше и как это всё будет происходить. Я говорю, что вчера я первый раз, в понедельник я поймала первый раз карпа своими руками. Вот это было мне интересно. Да, Михаил, а вот расскажите, просто Василий нам рассказывал, что у вас всё равно как-то необычно вы подготавливаетесь к рыбалке. То есть вот не как мы приехали, там, за день на два, на три, на четыре часа, да, а что-то вот происходит. Ну, при кормке, шутя там, да, занимается. Вообще карповая рыбалка начинается с анализа, то есть изначально мы смотрим водоём, то есть я подбираю водоём. Вы выезжаете туда? Ты приезжаешь на водоём вообще без снастей. Конечно, просто так вот посмотреть, понаблюдать. Я приехал, у меня с собой бинокль, у меня с собой бинокль, и у меня с собой больше ничего нет. Ну, чисто вот посмотреть, где выходит карп. А что бинокль можно увидеть? А я посмотреть, то есть как бы где пузырится. Как выходим, да. А, прыгает, не прыгает, есть ли вот эти вот разводы, да. Ну, жду, когда ветерок стихает, посидел, посмотрел на водоёме, то есть, почему? Потому что у меня часто достаточно бывает рыбалки, даже если я приезжаю со снастями, то мы не видим поклёвку, то есть мы не видим результат. Он будет, если здесь есть рыба, он будет, но вопрос в том, что рыбу нужно перехитрить, и мы ставим ловушки на эту рыбу. Какие? Ну, моя, как бы сказать, вот рыбалка, она есть как эта ловушка. То есть, да, снасти и всё остальное. То есть, как бы, своего рода такой капканчик получается, и мне нужно его заманить, то есть мне нужно подготовить, сделать для него определённую территорию, мне найти нужную территорию, на которой его устроит и меня устроит, и его, как бы, заставить, то, чтобы он съел мою приманку. Это целая философия, мне кажется. А это на самом деле так, она в рыбалке, причём есть абсолютно во всех стилях, там у холостовиков какая-то своя, у спиннингистов своя, у карповиков вообще какая-то своя, у поплавочников тоже своя. Каждый вид ловли, он такой сильный, индивидуальный. Честно скажу, вот мне карповая ловля очень интересна. Вот, блин, к сожалению, у меня времени там не хватает, но мне вот очень это интересно, потому что я, например, очень много смотрю передачи, да, я очень много смотрю передачи именно на английском языке, где вот именно показано вот это всё. Там вообще просто всё, там своя экипировка, свои какие-то причиндалы, причём предназначение многих даже я там не понимаю, да, зачем. То есть это можно всё сделать, может быть, там проще, не знаю, там по-другому как-то, да. Ну, это менталитет англичан, естественно, ещё плюс. Вот, как они к этому подходят, как вот просто даже на самом водоёме, так как себе поведение вот на водоёме, оно очень-очень сильно, конечно, отличается от нашего, там, не знаю, ни в одной там цивилизованной стране, наверное, там не кинут мусор после себя, ничего там нигде не оставят, вот. И тут, конечно, да, ну, своя такая определённая философия. И самое-то главное, там, понятно, что поехать там в водоём вот всё посмотреть, просто мы вот с Мишей как-то здесь вот так, не так давно там встречались, да, он говорит, ну да, вот поедем на рыбалку на три дня, там, день будем прикармливать. Вот, да, вот расскажите мне, мы посмотрели, понаблюдали, бинокль увидели, что да, это тот пруд, тот водоём, на который я приеду. Дальше что? Вы приезжаете на него уже, вот, экипированный весь, да? У меня, знаешь, вот вопрос, вот я, например, еду, ну, чайник, честно тебе скажу, в ловле Карпа. Ну, ладно. Ну, нет, серьёзно, я еду там на водоём, я плюс-минус представляю там, ну, какую-то вот эти вот прикормки, которые там продаются, да, я, ну, не знаю, там, от температуры воды там более сладкий там какой-то аромат там выберу, какие-то там добавки туда возьму, возможно, дипы там для приманок, вот. Вот, ну, плюс-минус вот такую, да, как ты определяешь, какой тип прикормки там подойдёт вот для данного водоёма, либо есть какие-то уже там, не знаю, там, базовые, грубо говоря, там, задатки, вот, вот точно должно быть вот это, и в это мы уже там какие-то добавки добавляем. Да, вот интересно это лучше. Вот прикормка. Самое главное, я, насколько понял, вообще успех в карповой рыбалке процентов на 70, наверное, зависит от качественной, грамотной прикормки, потому что эта зараза, вот, она реально выходит и жрёт. Так ли это, Михаил? Ну, не совсем так. Начало всё-таки нужно найти, то есть, с водоёма мы определились, поняли, да, вот этот водоём нас устраивает, значит, пообщались с аборигенами, аборигены говорят, есть. Или вот на той неделе здесь был, там, пятачок был, семёрочка была. А давно ли водоём? Ну, да, водоёму 30 лет, считаешь, 30 лет, ну, вроде, десятка должна быть. Дальше мы начинаем, то есть, ну, посмотрели приблизительно, определяем место более-менее комфортное для того, чтобы можно было подъехать, встать. Начинаем маркериться, искать точку, то есть, нам нужен перепадик, нам нужен пупочек какой-то, нам нужен коряжка, нам нужно за что-то зацепиться. За что-то зацепиться, за ветер, за ход, за всё. И совокупность этих данных уже будет рождать точку, где мы будем непосредственно работать, отмечаем её. Да, вот опять же, друзья, просто опять, ну, чтобы немножко расшифровать вот эти слова, которые говорит Михаил. Пупочек-то, это всё понятно, ладно, там, думаю, рыболовы всё понимают. Маркериться, да, что это значит? Это работа. То есть, например, вот я в спиннинговой ловле своей, находясь в катере, и имея эхолоты под рукой, ну, грубо говоря, глаза, да, это вот мои глаза. И в сегодняшних реалиях я могу там отрисовать карту глубин, не знаю, там, водоёма, там, ну, за 10 минут, там, прокатившись по нему на лодку. Ну, и реально я буду понимать, куда там пошёл свал, где там какая глубина. А карпа ловят с берега. Соответственно, эхолота у рыболова нет. И чтобы найти вот этот пупочек, бровочку или ещё что-то, это нужно сделать там десятки, а может быть, даже сотни забросов тяжёлым удилищем, тяжёлого груза. То есть, вот его просто там волочь по дну, да, и понимать, что вот здесь вот так, здесь там провалилось, здесь что-то поднялось, вот здесь в мягкий грунт упал, здесь в твёрдый, здесь там зацепилось за корягу, вот здесь мы протащили по траве, всё это место нам не подходит, идём на следующее. То есть, реально, там сотни забросов, к вечеру болят руки. Ну, это и время, вот как раз один день-то вот на этой еда происходит всё. Болят руки, болит спина, тебе уже ничего не хочется, то есть, нарыбачился, во, а ещё даже ни одного результативного заброса не сделал. Вот, поэтому это нормальная, тяжёлая работа, поэтому там столько времени на это уходит. Вот что значит маркериться. Понятно. Ну, ничего там такого. Промаркерились, то есть, как бы, что-то мы нашли, возможно, что-то нашли, возможно, ничего нет, возможно, ничего нет, но всё равно тогда визуальные привязки делаем. Допустим, если у нас водоём-корыто, а такие водоёмы у нас есть в Кире. Ну, одинаковые по всей, вот, просто там свал, корытка, вот такое, и всё там. И, соответственно, тогда уже визуально смотрим, значит, а сверху кустик растёт, соответственно, мы понимаем, что мы, когда маркерились, мы не увидели, а травушка растёт, значит, рядом с этой травушкой плотненько. Значит, мы не можем промаркериться, не можем найти маркерным грузом ничего, а травушка растёт, значит, что-то есть. Значит, что-то там есть, то, что мы не можем нащупать. И делаем это отправной точкой. То есть, вот этот кустик у нас, который там растёт, глубина, допустим, там метр восемьдесят, метр девяносто, два двадцать, вот он поднимается оттуда, соответственно, кормимся точно в эту точку. Ну, и вот тут началась другая работа, это мы начали кормиться. Вес ракеты двести грамм. Вот, это очень интересно, да, по прикормкам. Вес ракеты двести грамм, двести грамм, и мы пуляем, и туда пуляем. Они уже готовые, получается. Опять же, ракета, то есть это реально пластиковая такая ракета, пластиковая, вот в форме ракеты, кормушка, в которую закладывается корм, закладывается корм, и вот ей уже прикармливается. Мы уходим на рекламу, после рекламы мы продолжим рассказывать нам о кормушках. Генеральный партнёр программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей. Рыбалка. Реклама наша закончилась, мы продолжаем разговаривать о рыбалке на карпу. Карпа у нас сегодня профессиональный рыбак вместе с нами, Михаил, он очень интересно рассказывает, как нужно правильно ловить карпа. Да, и закончили мы как раз вот на этих вот кормушках, их называют ракетами. Действительно, форма ракеты, а связана всё с тем, что она, наверное, самую лучшую аэродинамику имеет, и за счёт вот такой вот формы, там вот есть вот этот хвост, он выполняет роль стабилизатора, она хорошо там летит, пробивает ветер, на неё там минимум влияния там каких-то боковых порывов, и всё оставшееся, чтобы там, опять же, понимали, вес там заполненный кормом ракеты составляет там 200 грамм. Ну, то есть там уже внутри корм, я так понимаю, да? Корм, да, то есть вот внутри пластиковой ракеты корм 200 грамм, а может даже чуть тяжелее, соответственно, таких забросов нужно сделать, опять же, кучу. Ну, просто представьте, дрыном длиной 3,90 вам нужно помахать с весом там в 250 грамм на дистанцию в 100 метров. А ещё и нужно положить в одну и ту же точку. Это надо быть таким метким стрелком, получается? То есть там не абы куда кинуть, вот кинем туда, вот туда, туда. То есть в одну и ту же точку. Нам не нужно прикормить там полпруда, нам нужно прикормить вот этот пухочек, который мы нашли с травкой, и положить туда эти ракеты. Что она себе представляет? Это пластиковая такая конструкция, после того, как она падает в воду, дёргаешь удилищем, она открывается, всё, что в ней было, вывалилось, ты её пустую выматываешь, снова забиваешь, там, тьфу, и снова туда фигаешь. Она не тонет, она не одноразовая. Она не одноразовая, понятно. Сколько? 30. Старт. 6 килограмм. 6 килограмм, ага. Ух. Ну, а мы вчера с тобой замешали полтора, вот там, на рыбалке. 6, для того, чтобы просто стартануть, ну, вот, стартовый какой-то закормить. А потом дальше, дальше, там, после каждой поимки, там, ещё, там, докормить. То есть это ещё не последний, не 6 килограмм, там больше должно быть. Сколько в среднем вот у тебя на сессию уходит. Ну, то есть я понимаю, что там трёхдневная сессия должна быть. Почему трёхдневная? Потому что день мы теряем вот на это всё. Последний день мы там будем что-нибудь анализировать, записывать там куда-нибудь, да. А один день мы будем там, ну, грубо говоря, там, рыбачить. Вот. Сколько при кормке уходит? Ну, в среднем, плюс-минус. 10 килограмм. 10 килограмм. 10 килограмм. Ну, то есть 6 килограмм стартовый закорм, 4 на докормке. Да. Ну, в среднем 10. Бывают водоёмы, которые опекаются достаточно быстро, и потом, как бы, стараемся не шуметь. Значит, корм ракетами идёт на водоёмах, на которых уже федеристы есть. Есть конкуренция. Там мы можем не опасаться ничего, то есть, и, соответственно, кормиться ракетами. А вот если водоём реально тихий и спокойный, то есть, ну, такой дикарь, скажем, на который федеристы не ездят, то тут всё-таки надо лодку. То есть, тут надо лодочку, и уже непосредственно немножечко тактика. Завозим. Завозим. То место куда? В пупок. Всё тихонько, всё аккуратненько. Ни музыки, ничего. То есть, здесь мы всё в полной тишине. Вот. А ещё есть радиоуправляемые кораблики. Это для тех, у кого нет лодочки. Причём здесь надо посмотреть, что стоит, что купить дешевле, лодочку, либо кораблик. То есть, эти кораблики тащат вот эту вот прикормку. Совершенно верно. То есть, это кораблик, у тебя в руках радиоуправление, да, ты запускаешь этот кораблик, он у тебя идёт там по воде до той точки, на которой тебе нужно кормиться, потом там блюм, с него всё вывалилось. То есть, возвращаешь его обратно, в этот кораблик снова загружаешь прикормочку, бежишь, снова туда поехал. Ну, проще. Тысяча евро. Конечно. Дороже, но просто дороже. На тысячу евро можно купить обалденную лодку и сплавать туда раз десять. Ну да, не вариант. Лучше кидать. Нет, давайте рассмотрим следующее. Всё-таки, значит, во-первых, карпфишеры, да, то есть, ну, люди, которые занимаются карпфишингом, это всё-таки фетишисты, первое, второе, перфекционисты, однозначно. И сама по себе это я считаю, что карпфишинг – это субкультура. Значит, это как рокеры, как панки. Точно так же можно отнести себя к карпфишинг, можно отнести к такой же точно субкультуре. У нас целые бренды работают непосредственно на то, чтобы сделать комфортным нашу рыбалку. Ну, там своя индустрия, действительно, на самом деле. Достаточно индустрия большая. Вот, отчёты, как бы, я интересовался, отчёты очень интересные. Мировые имеются, отчёты финансовые этих компаний. Вот, они достаточно интересные. Там, Трекер, Фокс, вообще, отличные просто. И продукты делают достаточно интересные, качественные, обдуманные. Соответственно, продукты все откатываются на чемпионатах мира. Вот, и потом уже идут непосредственно, как бы, в продажу. Кстати, как в этом году наша сборная съездила на чемпионаты мира? Я не смотрел? Нет, почему я смотрел? Я всё время интересуюсь. Нынче фиаско было. Да? Да. Я что-то вот, честно, я смотрел, как наша съездила по спиннингу, но не посмотрел, как наша съездила по фишингу. Нет, мы уже заняли такой прекрасный титул. Второй раз чемпионами мира мы стали. Несколько лет назад мы взяли чемпионат мира. И в 2000-х годах, в начале 2000-х годов, если я не ошибаюсь, у нас тоже был чемпионат мира, и мы тоже взяли, были чемпионами мира. Лидируют в основном африканцы, венгры. В Африке очень много карп. Да. Реально. Очень много карп. Ну, потому что там тепло, там вода тёплая, наверное, да, может быть, ещё из-за этого. Карпы, они всё равно есть. Вот есть, реально, там и на севере карпов очень много. Ситуация такая, получается, что колонии у англичан были и в Африке, а так как они это всё дело культивировали, то, соответственно, они сделали определённые водоёмы. И сейчас, ну, как бы сказать, там туризм карповый очень сильно развит, и туда ездят рыбачники. Ну, Африка Африкой, давайте вернёмся к нам. Да, давайте дальше рассказывать. Закормились, закинулись, всё, сидим, ждём. Сидим, ждём. Вот я сейчас по поводу всё-таки прикормки. Вот, хотел только тогда сказать. Да, я по поводу прикормки хочу поговорить. Друзья, вот у Михаила, помимо вот этого вот замечательного увлечения, есть ещё одна такая штука. Он сделал и разработал свою прикормку, которую вы можете купить в магазине. Пожалуйста, магазин «Арсенал», приходите, она вот там лежит у нас, есть. В продаже это такие вот гранулы, да, пелец у тебя, как он там? А как называется прикормка, чтобы мы нашим слушателям сказали, чтобы вот не искали, а вот пришли и сказали, вот я хочу прикормку от Михаила, например. Или как она называется? Нет, просто тем, чем пользуюсь я, тем, чем пользуюсь я, то есть как бы я понимаю, что это более-менее эффективно. Вот, ну и, соответственно, поэтому я думаю, ну, как бы если я этим занимаюсь, то почему бы не... Как она называется? А, пелец называется? Пелец, да. То есть там гранулированный, он есть разных диаметров. Соответственно, вот расскажи немножко про него, то есть его можно вот просто взять из... Вот как многие говорят, вот там можно закидывать просто в воду сразу. Конечно, это... А у тебя там есть рекомендации, что есть там для лучшего, вот его там надо замочить. Ну, человек, который будет заниматься карфишингом, он и так всё это дело узнает, что, допустим, если мы не хотим, если вода тёплая, мы не хотим, чтобы он растворялся быстро, хотим, чтобы мелкую рыбу не собирал, то есть более... То есть, соответственно, мы зальём его маслом, маслом пропитается и... Подсолнечным маслом? Ну да, можно маслицем подсолнечным запить. А рафинированным или вот обычным? Без разницы. Без разницы. Можно... Вот самый, конечно, эффективный способ это купить рыбий жир или жиром залить. Ага. Ну, опять же, у карфишеров есть своё масло. У нас там свои масла, да. А, есть, да? И сейчас подразумеваю по слову масло, как бы я уже... Вы уже своё профессиональное. Это понятно, что понимаешь. Мы-то чайники. Я тоже вот с точки зрения, вот придёт там человек и спросит мне... Форелевое масло, да, есть такое масло. Придёт и скажет, а какие мне маслом там заливать? Я ему что-то должен сказать. Подсолнечное распределённое. Вытягивают вот этот рыбий жир, и оно сразу же продаёшь им. Вот, подсолнечное масло хорошо у нас. Ну, в Кирове никто не купит, это всё надо заказывать. У меня реально карфишинг, вот в том понятии, какой он должен быть, я честно скажу, вот я говорю, я знаю только Михаила, я больше никого не видел, кто был там. Нет, сейчас ребята уже есть, подтягиваются, но я честно скажу, я говорю, я не знаю, вот просто там... Есть и ловят. А из чего состоит прикормка? Вот мы вчера... Не приходит. Когда мы ловили, мне Михаил... Василий рассказывал, да, там что там, сухари панировочные. Ну, это вот обычная сухарь. Кукуруза, да, обычная. А вот ваша... А перец состоит из рыбной муки, основа у него рыбная мука. Вот, ну и там дальше шроты различные добавляются, кукурузный шрот. Тоже сладенькое что-то, да? Шрот – это отходы от производства, шелуха всякая. Вот, это всё обезвоживается, вытягивается, прессуется, влага вытягивается, за счёт этого получается. То есть у вас уже есть какое-то своё производство, я так понимаю, даже. Ну, не совсем так. Не совсем. Да, не совсем так. Хорошо. Ну, всё равно есть. Но, тем не менее, прикормка есть. Да, да. Друзья, заходите в магазин «Арсенал», ищите вот эту прикормку, потому что я думаю, что мы в следующий раз поедем с этой прикормкой. Мы поедем с этой прикормкой обязательно. Я больше того скажу, что, например, вот вчера Александр вот этот пелец использовал на насадку. То есть он достаточно универсальный, вот на волосяной оснастке его можно использовать как насадку абсолютно без проблем. Его можно точно так же замочить в каком-нибудь дипе, придать ему там какой-то другой аромат, вкус, да, то есть дополнить его там чем-то. Всё, пожалуйста, абсолютно спокойно используется. Мы вчера там брали вот самый большой, который, да, там по диаметру получается. Вот, 12 мм. Сверлили его абсолютно там спокойненькой иголочкой, да, сделали волосяную оснастку, всё, как итог, мы всё равно на него поймали рыбу. Да, да. Хорошо, прикормили. Если дождь у нас не выгодна, я думаю, что мы бы ещё там дальше обочим. Не, ну корм, конечно, всё-таки не из-за того пелеца. Скажи, пожалуйста, вот мы чайники кормим вот этим вот кормом, который в пакетах. Отлично. Ну, там написано там какой-нибудь там карп, кукуруза, не знаю, там клубника. Клубника, да, вчера была. Используешь ты вот эту пыль вот эту мелкофракционную? Нет. Нет, вот почему? Наша, получается, ошибка была? Нет, это у нас не ошибка. Не ошибка. На самом деле вот я говорил там в предыдущей программе, что есть несколько вариантов. То есть, например, там для Миши неинтересен там вот такой карп. Ну, неинтересен. Нужен большой. То есть, там нужен трофей. Там не нужно, чтобы на пятно приходила мелкая рыба. Она будет реально мешать. Ну, так и так придёт. Ну, она придёт, но всё равно. А нам для того, чтобы, ну, хоть что-то поймать, да, там вот привлечь там как можно большее количество карпа там вот этого, мы реально там пылим. У нас небольшая глубина, мы создаём там облако вот этой вот ароматной пыли. Реально он туда приходит. Это, во-первых. Во-вторых, ну, на водоёме, на котором мы ловили там в Белуге, там теоретически там сильно мелкой-то какой-то вот этой рыбы, её просто нет. На диких водоёмах её там может быть несметное количество. Но опять же, например, здесь понятно, что там дистанции ловли достаточно большие. Мы этого не увидим. А вот при ловле поплавочной, как я уже говорил, что вот эта вот мелкая рыба, которая пришла на пыль, и потом она резко исчезает, она становится индикатором того, что к нам туда вот кто-то пришёл, товарищ-то под нутом покрупнее-то, и нафиг выгнал её с этого пятна. И вот нам сейчас уже нужно быть готовым к прикормке. Ой, к поклёвке крупной рыбы. Ага, понятно, хорошо. То есть ты вообще её не используешь. Ситуации разные бывают. У меня есть всегда с собой несколько килограмм сенсоса. Вот, верю только в него. Ну, да. Это тоже название прикормки, да? Это фирма. Делает прикормки мирового уровня. Ими пользуются очень многие чемпионы. И в поплавочной, и в фидерной, и в карповой ловле. Везде-везде. Где это очень грамотно сбалансированные по составу прикорм. Да, есть мелкофракционные, крупнофракционные, там, какой-то всплывающий. Ну, много всяких вариантов. Просто какой-то там. Для любой ситуации там можно выбрать всё, что хочешь. Для чего? Для чего я его использую? Для того, чтобы, да, действительно, бывает водоём, допустим. Если мы приехали, и на водоёме у нас карась. Нам нужно, действительно, создать, чтобы вода забурлила. Для того, чтобы карп тоже пришёл. Нам нужно, чтобы забурлила. А как вот я и говорил, да. Иногда мы берём, значит, крупную фракцию. То есть это бойлики. Чуть-чуть их подрезали, подломали. И, соответственно, значит, обливаем их меласой. И вот мне нравится так. И потом пли вот этой вот я. И у меня получается, как в панировочке. Да-да-да. В панировочке такое получается всё. И пошло это. А бойлы есть можно? Ну, самому я думаю, что можно. Вот честно скажу. Вкусно, пахнет, да и вкусно. Абсолютно нормально. Всю прикормку, вот как бы так вот получается. Всю прикормку и насадку. Ну, не считая, конечно, червей. Да, я иногда пробую. Мне интересна тактическая тактика. То есть вкусовых ощущений, на что здесь. Что вкуснее карпу, да, на что он придёт. То есть вот чтобы его вкус, мне интересно. То есть и свой, то есть как бы. Ну, это просто мой анализ. То есть когда я, допустим, беру бойлы и насаживаю их, да. То есть я беру один бойлик, попробую, какой он на вкус. Но они в основном безвкусные, имеют только запах. Получается, что один день мы убили на то, чтобы нам прикормить карпа. Да? Получается так. Целый день. Нет, нет. Мы отмаркировались. Это 2-3 часа маркировка. 2-3 часа маркировка. Значит, когда маркируемся... То есть целый день мы не рыбачим. Мы просто готовимся вот прямо к рыбалке. Так получается? Вечером, я думаю, что закидываем уже. Нет, вечером мы закидываемся. Вечером, а, закидываемся. Ориентиры знаем, у нас, соответственно, есть точки все отбиты, все расписано, расстояние все расписано. И мы отсчитали, допустим, там 60 метров и в темноте тихонечко на ориентиры 60 метров и закидываем корм. То есть ночь длинная, кормимся потихонечку. Но потом все, идем отдыхать и ждем, когда будет поклевочка. То есть этот ночной паровоз, когда у тебя сигнализатор. Соответственно, да. По поводу того, как увидеть поклевку. Вот, вечером, ночью, да, в темноте. То есть вот мы сидим там с тобой, например, на поплавочке смотрим. Какую-нибудь вершиночку, удилище или еще что-то. В такой вот профессиональной карповой ловле там, соответственно, никаких поплавочков, никаких там вершиночек. Вот этого ничего нету. То есть там удилище, ну вот карповое удилище из себя представляет такую, ну, в хорошем понятии этого слова, такую палку достаточно длинную, вот с такими вот большими кольцами, для того, чтобы у нас там все далеко-далеко полетело. Вот, эта палочка сделана из очень высокомодульного графита, для того, чтобы она была легкая, упругая и правильного строя, и далеко закидывала нашу оснастку. Вот, ставятся специальные подставки, которые называются радподы, да, на них накручиваются специальные сигнализаторы, которые там стоят определенных денег, да. Ну, то есть есть дешевые китайские аналоги. Ну, да это все сразу же. Как пятник любой, который купит. Ну, у меня лежат, на самом деле, китайские три штуки всегда, как резервные. И одно время даже получилось так, что мне пришли далкими, и я с далкими стал, ну, это топовые практически, вот. Значит, и одно время я начал с ними рыбачить, но меня не клюет. Меня не клюет, и мне как бы... Начал искать всем причины и пользоваться в сигнализаторах, да. Поставь китайские, заклюет. И я сейчас только что показал Васе фотографию. Значит, я отсидел на одном водоеме два месяца. Два месяца я отсидел на водоеме, и я знал, что там есть карп. Я знал, что там есть карп, я знал, что там большой карп есть. Но не то, что два месяца. Имеется в виду, у меня были там раз в неделе выезды, да, по трое суток. И в конечном итоге я его словил. Это была семерка, и она клюнула в 6.30, когда я уже собирался, и на китайский сигнализатор. Вы все это запоминаете, да? Килограммы, время. А я фотографирую, и все остается... Да? Я всегда все фотографирую, и, соответственно, потом ты в память просто заходишь, и у тебя все видео, время. Вот. Соответственно, вот этот сигнализатор, да, он останавливается, через него проходит леска, натягивается это все. И, соответственно, как только происходит поклевка, этот сигнализатор подает сигнал. Больше того скажу, что топовые модели, они оснащены передатчиком, да, у тебя вот прям тот вот пейджер там висит, и ты даже, если там, например, шел палатку спать, у тебя там бри-бри-бри, все это, все, ты понимаешь, что у тебя клюнуло. Культура карпишинга заключается в следующем, что ты не должен напрягать людей, которые рядом с тобой ловят рыбу, поэтому твои сигнализаторы всегда должны работать бесшумно. И только в пейджер у тебя сигнализируют о том, что у тебя происходит... А вот, например, у китайских там они пи-пи-пи-пи-пищать там истошно. Раздражает очень, да, вот я вспоминаю, мы когда ездили с мужем на рыбалку, там приезжает куча тоже таких рыбаков, закидывают фидера, вешают колокольчики, и вот они начинают, хочется тишины, да, вот этого всего там смотреть, и вот они начинают вот так вот дребезжать, это, конечно, очень неприятно. Я бы запретил продажу в магазинах этих бутылок, однозначно, колокольчиков. Ребят, ну я просто честно вам говорю, я не понимаю, зачем она, зачем эти бубенчики, потому что даже если у тебя три фидера, ну ты смотри на них. И что дает тебе этот бубенчик, то, что у тебя произошла поклевка, а потом ее нет, ну ты же все равно поклевку надо подсечь. Я так понимаю, да, Рон? Если у тебя паровоз, тебя потащила, допустим, даже там лечь, когда у тебя клюнет, ну ты все равно увидишь, что у тебя удочка загибается. Да. А к бубенчику он звенит сначала, что сигнализирует, что у тебя поклевка, а потом еще звенит, когда он выводит эту рыбу. Да, вот это вот. Очень неприятно, действительно. Соответственно, там используются сигнализаторы, рыбалка на самом деле очень цивилизованная, ты можешь спокойно там отлучиться, уйти в палатку, не знаю, там отдохнуть, приготовить себе, поужинать, там, не знаю, пообедать. Вот, там, просто посозрецать природу, там, посидеть. 200 метров. Да, там, все, у тебя запикал бейджер, там, завибрировал, ты понимаешь, что у тебя произошла поклевка, идешь уже, делаешь подсечку катушки, которые используются, они с бейтранером, соответственно, там все ослаблено, настроено. У тебя после поклевки карп абсолютно спокойно вытягивает насадку, ну, то есть забирает эту, да, он не чувствует там никакого сопротивления, ты после этого уже приходишь, берешь то удилище, которое у тебя сработало, закрываешь бейтранер, делаешь подсечку и ловишь эту рыбу. Красивая рыбалка. А сколько за раз можно, ну, сколько вы? 137 килограмм. 137 килограмм? Рыбы, да. А сколько это штук? Много. Вы ее обратно? Да, все. Все, прямо обратно отпускаете. Я бы обнулил водоем, я так думаю. Да. Я бы обнулил водоем полностью весь, если бы, ну, так вот. Ну, здесь нужно четко понимать, что мы все-таки охотимся за нормальным крупным трофейным карпом, а это маточное поголовье, которое реально, там, весной приносит огромное потомство, и вот просто взять, там, съесть его, вышибить. Ну, он в магазинах продает живой карп, там, едь, купи, скушай. Да, совершенно верно. Съездит на платный водоем, в конце концов, поймай. То есть вы его ловите, взвешиваете и обратно отпускаете. Ну, вот когда вот эта удачная сессия была, самая мега-сессия в моей практике, то есть, да, то я там не стал уже ничего делать. Я их просто отловил отпуска. Ну, просто пошло вообще так. Удачно все сложилось в тот день, в те дни, вернее, что просто в 12 часов, когда надо было собираться уже все, я когда все собрался, сел в машину, я такой, я думаю, буду ехать, потому что я не спал. То есть он все время клевал. Он просто клевал и клевал и клевал. Ну, это тяжело уже, тяжелые жиры питают, да? При этом он у меня ночью еще все запутал, ночью все запутал. Ночью все было, все снасти были достаны. Ребят, 137 килограмм. Сколько удилищ ты используешь в раз? Концепция сначала была у меня три удилища использовать. Отказался от этой концепции, она мне не понравилась, три удилища. Я стал использовать концепцию две точки, два удилища. То есть одна, две точки, на точке на подходе и за точкой. В самой точке я не люблю рыбу. Ну, как, не то, что не люблю. Никогда не ловлю. Почему-то так сложилось, что в самой точке не ловлю. Ну, то есть рядом. Да. Ну, опять же, это же все, может быть, мне просто кажется. Это только мои возможности. Потому что расстояние большое, а может быть, я в саму точку и попадаю. То есть четыре удилища. По приманкам, вот у меня тоже там вопросы. На всех четырёх используешь разные или вот которые у тебя парные стоят, на них одинаковые? Нет. Вообще разные все насадки. Все четыре разные? Все четыре разные насадки делаю. Почему? Ну, увеличиваются шансы. Вот. Сейчас от концепции 2.4 отхожу, хочу 4.4 делать. Это сложнее, это тяжелее. Это сложнее и тяжелее. Да, это сложнее и тяжелее, но... Ну, опять же, для того, чтобы кто-то понимал, это вот четыре такие специальные стойки. Ну, вернее, две стойки, по четыре удилища на каждой. Здесь самое главное после поклёвки не перепутать всё к чёртовой матери. Ну, там матерится всё дело, цветами всё полностью, ну и плюс... Ну, это удобно. Ну, это удобно, но это сложно. Я честно скажу, тот, кто думает, что там что-то такого, четыре удочки там вот закинуть куда-то, это вам не... Одну за другой, да, поднял. Это вам там не по берегу реки поставить четыре крокодила там с колокольчиками и сидеть там на стойке смотреть. А на крючок что насажут? Мы вообще ничего на крючок... Мы с тобой, Маш, насаживаем кукурузу. Вот я и говорю, по три, по две кукурузы. А потом то, что мы там недонасадили, мы их съедаем. Это классно, вот в карповой рыбалке мне это нравится, потому что мы можем сожрать эту насадку. Вот у Миши там всё по-другому, крючок абсолютно голый. Вот как я тебе и говорил, например, даже насаживая кукурузу, я всё равно оставляю его голым. То есть у меня там на цевье вся насадка. А здесь вообще всё голое. Да, вот вчера мы не посмотрели, там Саша как раз это делал, там тоже волосяная оснастка и, скорее всего, бойлы ты используешь. Разные водоёмы, по-разному. Некоторые водоёмы хорошо реагируют на бойлы. Животные насадки вообще не используешь? Нет. Надо бы учиться. Надо бы учиться. Там же есть вот эти варианты, там, пучками. Да, надо бы учиться. Надо бы учиться. Но вот я всё жду, когда у нас произойдёт какое-то спортивное мероприятие. А на спортивном мероприятии мы не будем это делать. Не будем использовать живые насадки. Живые насадки-то опарыш, червь? И всё оставшиеся вот эти истории, их очень редко карпа лов... Вот профессионально кто занимается ловлей карпа, редко кто использует. И всё-таки я еду не за рыбой, я еду на... Получить удовольствие. То есть, редко кто использует вот это всё. То есть, в основном, это вот как раз бойлы. Это, грубо говоря, та же самая там вот эта вот мука, да, скатанная в такие шарики. Они бывают абсолютно разных диаметров, они бывают разных цветов. Они красятся специальными составами, они пропитываются специальными составами. Их, опять же, можно замочить. Они варятся. Варятся там. Они делаются другим способом. Их там скатывают, там что-то вот такое. Они... Их можно, опять же, там замочить в каких-нибудь дипах и придать им там какой-то вкус. Они очень хорошо это впитывают. Они бывают тонущие, они бывают плавающие. И там какие-то суспендеры там бывают. Вот там вообще всё, что угодно. Например, вчера, которые мы вот эти вот ПВА-мешочки брали, их очень часто используют вот здесь, в бойлах. Всегда. То есть, там у тебя есть насадочный бойл, да, и рядом с ним там есть вот этот ПВА-мешок, в котором, ну, всякой вкусности там наложено. И, соответственно, ты кидаешь, у тебя есть закормочное пятно, у тебя падает здесь груз. Вот этот мешочек, бум, вскрывается. И здесь вот вообще там вот самая вкуснятина. И в средине мне лежит... И рядышком крючок. И вообще там вкуснятина. С этим бойлом, да, как стоять не может. Ну, то есть, вот эти все ПВА-шки, да, это всё как раз с карповой ловли пошло. Я, например, там ПВА вот использую в поплавочной ловле, да. Я, чтобы точечно прикормить, там за крючочек прям пинг, отпускаешь, у тебя... Сто процентов это результат. Всё там, всё пошло, вообще супер. То есть, я поэтому могу там реально вот в некоторых случаях использовать там 2 килограмма прикормки для поплавка, и мне хватает на день вот так, потому что я туда использую ещё вот эти ПВА-шки, да. Я постоянно там им прикармливаю после, ну, фактически там поимки крупной рыбы. Там чпок туда с этим мешочком закинулся, и у тебя всё хорошо. То есть, точка не умирает. Очень интересно, да. Это всё пришло вот оттуда. Это всё пришло оттуда, на самом деле, потому что вот в карповой ловле это всё есть. Там очень всё интересно. Ну, я надеюсь, что мы это всё увидим своими глазами визуально, не только в радиоэфире, да, будем... Да, я думаю, что мы будем собираться. Мы будем собираться, мы надеемся, что мы всё-таки съездим, Михаил, мы вас очень приглашаем. Наш эфир с вами заканчивается. Василий, два слова можно ещё, наверное, сказать? Два слова сказать. Ну, друзья, я хочу сказать, во-первых, спасибо Миша за то, что он сегодня пришёл. Вот, у нас прям... Мне было интересно, по крайней мере. Вот я ещё раз убеждаюсь в том, что мне карповая рыбалка очень интересна, и постараюсь всё-таки выделять на это побольше время. Соответственно, видеоверсию вы сможете увидеть, посмотреть, что у нас получилось с обычной любительской ловлей, да. Вот, ну и будем надеяться на то, чтобы в ближайшее время, лето у нас вот только-только в разгаре, карповый сезон только-только начинается, водичка сейчас прогревается, он становится достаточно активный, то есть всё хорошо, на водоёмах поднимается трава, там будет видно, понятно найти там эту точку. Вот, я думаю, что мы поедем, найдём... Спасибо, друзья. Мы заканчиваем наш эфир. Была эта программа «Трофей рыбалка». Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Генеральный партнёр программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей рыбалка.